Не надо успевать, ничего не забывать и уроки все учить, чтоб пятерку получить. Такое напутствие сегодняшние второклассники дали тем, кто в сентябре пойдет в школу впервые. Это их вклад в акцию под названием «Помоги собраться в школу». Организаторы же акции помощь оказывают вполне себе осязаемую. Это рюкзаки, тетради, карандаши и многие другие принадлежности. Накануне 10-я школа стала площадкой для одного из таких вручений. В ее стенах для будущих первоклассников провели развлекательное шоу. В форме интерактива с ведущими кто-то из ребят вспомнил, а кто-то, возможно, только узнал, что должно быть в школьном портфеле, а чему там нет места. Вспомнили и буквы с цифрами, с которыми, как выяснилось, вчерашние дошкольники уже знакомы. Такое практическое напутствие они получили от педагогов, а дополнительно морально поддержали их служители Иоанна Предтеченского храма. Церковь традиционно оказывает акции помоги собраться в школу, в том числе материальное содействие. Я хочу вам всем пожелать, что в первую очередь у вас в портфеле всегда были только пятерки, что в вашем портфеле не было слез ваших родителей. И знания, еще раз говорю, первых, вторых и третьих классов, поверьте, они вам пригодятся во всей вашей жизни. Завершилось детское шоу непосредственно вручением школьного набора. Каждому ребенку достался рюкзак с тетрадями, дневником, карандашами и другой канцелярией. Все равно помощь какая-то, хоть вот рюкзак, все равно зато какая помощь уже детям, себе, родителям уже. И родителям помощь, и детям как бы праздник, все равно приятно, хорошо, спасибо организации. И это только одно из целой серии мероприятий, которые провели организаторы акции «Помоги собраться в школу». Детям вручали форму, обувь, вводили на аттракционы и даже коллективно постригли перед началом учебы. За две недели, когда мы начали выдавать семьям канцелярию и одежду, в принципе 43 семьи мы уже обеспечили. Это полностью и школьная форма, это полностью и канцелярские принадлежности, и рюкзаки. У Центра социальной помощи собственных средств на проведение подобной благотворительности нет. Содействие оказывают организации и простые горожане. Однако львиная доля помощи, как правило, приходится на предпринимателей. Их сотрудники Центра не устают благодарить за неравнодушие к ближним, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Напомним, что акция по сбору школьных принадлежностей завершится с началом учебного года. До этого времени оказать помощь может любой неравнодушный горожанин.